приветствую с вами екатерина и моя оранжерейка нет я не буду делать обзор оранжерейки особо не меняются у меня цветы повторяться не хочется так о чем сегодня мое видео нет не о хлорофитомах не перески я наблюдаю за этими растениями каждый день смотрю что происходит с ними какие изменения вот допустим у этой анридеры я обрежу много плетей этим летом разрослась она но не так как хотелось бы мне и вот чуть выше анридеры находится растение о котором мне сегодня хочется рассказать узнаете это эхмея растение которое было подарено мне младшим сыном в декабре 2018 года долгожитель да нет у меня есть долгожители которым более 40 лет вот эта красотка переския живет с нами 40 лет сбрасывает она на зиму почти все листочки свои так как летом выношу ее на улицу ну а вот весной появляются такие нежные нежные листочки за эти года она выросла четыре с половиной года почти она у меня но никак не могу я дождаться ее цветение у меня есть одно видео в котором я показываю как замечательно цветет эхмея где я увидела ее на подоконнике в аптеке мне разрешили снять сюжет можете заглянуть на него и вот что я увидела в аптеке у затемненного окна на подоконнике стояла вот это растение эхмея я специально сняла посмотрите сверху показать что основное растение которое отцвело было обрезано и пошло три ростка от которых новые ростки пошли и теперь конечно желательно снять его с этой верхней подставочки и внимательно рассмотреть чтобы лучше рассмотреть это растение я вынесла его на улицу я иногда спрашиваю почему закадровый голос ну хорошо когда поют птицы но когда лают соседские собаки невозможно записывать видео растение конечно выросло я благодарю его но все жду цветения почему почему нет цветения я уже заглядывала я посмотрела к блогерам кто выращивает эхмею и там было сказано что гниющие яблоки стоит положить для выделения ацетилена вот пожалуйста с этой стороны вот пожалуйста и с той стороны гниющие яблоко и никаких сдвигов если внимательно посмотреть видно что два отростка старых вот этот и вот этот но пошли молодые раз два три вроде бы четыре отростка жду конечно цветения какой уход вот да практически никакого как и всем растениям своевременный полив но ни в коем случае не наливаю вот в эту воронку будет происходить загнивание он у меня падал с высоты так как уж слишком он разлапистый ну вот пострадал немножко видно что вот это молодые пошли побеги они смотрятся более жизненно видно что листочки свеженькие по сравнению с вот этими листьями но я не удаляю листья посмотрю как поведет себя это растение вот это старое растение очень красиво его наружная сторона вот вот видите с верхней стороны не вижу такого яркого рисунка вот здесь тоже есть очень интересное растение оно мне дорого так как еще был жив супруг а мы с супругом родились в один день и сын подарил на день рождения было очень приятно конечно и стараюсь это растение сохранить как память о супруге грунт давайте посмотрим какой грунт легкий питатель видите очень легкий хороший грунт заливать нельзя ну что это уже можно убрать не сыграло оно роли нужной о чем видео о том что подарки надо стараться сохранять лелеять они напоминают нам о близких желательно конечно чтобы растение цвело и удобрять его хорошо лимона фосфатом калия или сульфатом калия я это делаю но переливать это растение ни в коем случае нельзя иначе загниет в этом видео больше истории чем возможно пользы получилось какое-то сумбурное видео но подвожу итог в розетки воду не наливать не не переувлажнять удобрять и лелеять грунт как я вам сказала легкий питательный всего доброго 27 апреля 2022 года Молдова Екатерина заглядывайте на мои каналы в них я делюсь историей и радостью и горем то есть обычные будни пенсионерки всего вам доброго до 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 Продолжение следует...